Так, начинается новый день. Собственно, выглянул в окно и смотрю, ребята бегают, там ребята бегают, очень много людей бегают, вон там человек едет на шоссейнике. Погода просто супершик, поэтому, поэтому, даже нет, не так, не потому что погода супершик, а в общем-то сегодня запланирована длительная тренировка, это тренировка, о которой я, ну, прямо мечтал, когда планировал поездку в Санкт-Петербург. Сегодня нас ждет 4,5 часа езды, собственно, с моим партнером. Значит, во-первых, погода просто супер, просто шик. Значит, вчера еще были такие прогнозы, что может быть будет дождик, но, собственно, сейчас все говорит о том, что сегодня будет потрясающий день. С утра не стал ехать, подумал, что будет слишком холодно, но сейчас прямо уже достаточно тепло, короче, будет прямо вот в кайф. Так, путешествие по Приморскому шоссе по направлению к Зеленогорску, может быть, мы даже до него доедем, может быть, мы его даже проедем. В чем еще интересный момент, что вчера, когда я ехал, собственно, на старт, я также ехал по Приморскому шоссе, специально выбрал маршрут не по Каду, или как он называется, по ЗСД, не по ЗСД, а именно по Приморскому шоссе, чтобы посмотреть, разведать обстановку, как там все выглядит, как дороги, как движения. Написал во всякие спортивные чаты, поинтересовался у людей, как они ездят, собственно, по шоссе, какие есть там нюансы, вот, и так далее, и так далее. Смотрел, собственно, как едут велосипедисты, насколько сильно они к обочине прижимаются, и так далее. Вот, потому что все-таки, все-таки, шоссе довольно узкое, да, то есть, и поэтому, короче, важно, важно держать в голове, собственно, что едут машины, вот, им для того, чтобы тебя объехать, ну, прямо сильно приходится выезжать, давать левее. Вот, короче, уже прям не терпится выехать и насладиться, насладиться этими видами, этой своей любимой трассой. Да, у меня прямо есть такой, как сказать, чекпоинт раз в год, минимум раз в год, я должен проехать от Зеленогорска до Санкт-Петербурга на велосипеде. Это прямо всегда, всегда прям желанное путешествие. И круто, что это происходит сегодня, круто, что это происходит в такой солнечный день. Беру вас с собой, может быть, что-нибудь расскажу, может быть, ничего не расскажу, может быть, сядет батарейка, вот, кто его знает. Вообще, к черту ожидания, есть только здесь и сейчас, и сейчас отличное настроение, и впереди классное приключение. Любимое Приморское шоссе и любимая, наверное, часть его бонусом тотальное отсутствие машин, ну, практически. И освежающий ветер. Это то, о чем я не подумал, что будет ветер прохладный. Но я надел под джерси еще специальную штуку под отводящую, поэтому супер кайф. Все, не отвлекаемся, работаем. Так, ну что ж, половина пути позади, половина пути впереди. И вот такой вот, такой вот пидстоп. Собственно, где мы вообще находимся? Давайте смотреть. Уехал я, конечно, намного дальше, чем, как бы, даже ожидал. Зеленогорск где-то просто, просто очень давно позади. Так, давайте смотреть. Так, Зеленогорск, где он? Вот он, Зеленогорск. То есть, от Санкт-Петербурга до Зеленогорска. Короче, я проехал примерно вдвое большее расстояние, чем, ну, примерно ожидал. Так, мы недалеко от пункта Озерки. И, собственно, следующая цель Выборг. Давайте смотреть, сколько до Выборга. Так, до Выборга примерно две трети еще. То есть, две трети. То есть, короче, если бы я ехал сегодняшнюю тренировку до Выборга, то, по большому счету, я бы как раз до Выборга и доехал. И это была бы моя сегодняшняя тренировка. Вот, но поскольку мне нужно вернуться, не то, что нужно, да, я хочу вернуться домой. Вот, поэтому, поэтому возвращаемся домой. Так, что тут на горизонте? Вижу какую-то башенку. Пока непонятно, что это такое. Хотя, давайте сориентируемся. Так. Посмотрим по картам. Так, мы находимся... А, мы в Зеленой Роще. Во! В Зеленой Роще. Ну, круто, что. Да, до Выборга, до Выборга примерно столько же, сколько я проехал. А проехал я, кстати... Так. Поехал я. 77 километров, 2 часа 26 минут. Путь занял. Значит, какие вообще наблюдения? Сейчас, сейчас вернемся к той башенке. Наблюдения какие? Такие первые 40 минут я ехал, и было неожиданно, но в какой-то момент я посмотрел, и у меня температура, собственно, кор была 38 и что-то 35. А в целом-то было, ну, не жарко. То есть, я не потел, и, ну, ветер такой прохладный. И я такой думаю, в смысле? Ну, типа, ну как? Как такое может быть? Вот. Точнее, не то чтобы подумал, как такое может быть, а скорее подумал, что, угу, значит, интересно. То есть, тебе может быть прохладно рукам, да, каким-то оголенным частям тела, вот, но именно внутренняя температура, да, тела может быть, ну, достаточно высокой. Вот. Ну, и, собственно, я думал, что точно не выйду из своей тренировочной зоны, однако где-то после, наверное, минут 50, собственно, сколько там, 42 градуса, ну, точнее, нет, 38 и 42, а у меня 38 и 45 верхняя граница. Вот. Вот. И я понял, что надо расстегиваться. Сначала расстегнулся чуть-чуть, температура не падала, потом расстегнулся до пульсометра. Вот. Кстати, так на солнышке приятно. Вот, я вот такую штуку надел, нижний слой, собственно, он впитывает пот, отводит его от тела, вот, и дальше там какая-то магия происходит. Вот. Короче, не пожалел, что его с собой взял. Так вот, соответственно, расстегнулся, и да, и тогда температура начала падать. Соответственно, нижняя граница моей тренировочной зоны 38 и 25, вот. И я такой думаю, так, ну, когда будет 38 и 3, буду застегиваться. Вот. Вот. Но, собственно, застегнулся, и температура продолжила падать, и, как видите, сейчас она 37,86, но это потому, что я уже остановился. А так она во время, ну, как бы, заезда была 38 и, там, 38 и 0,8, 0,9, то есть прямо сильно упала и больше не росла. Вот это вот прямо неожиданно. То есть, с одной стороны, я на тех же самых ваттах работал, вот эти первые половины, кстати, у меня средняя мощность 188 ватт, прямо, ну, прям, это круто для меня, это какая-то новая точка роста. Но вместе с этим я все время думаю, так, Андрей, а ты не перерабатываешь ли? Ведь задача этой тренировки очень спокойно откатать. Но, опять-таки, я смотрю на пульс, и по пульсу вижу, что все в порядке. Вот, более того, насчет перерабатывать, насчет перерабатывать, перформанс-кондишен, когда я только выехал, соответственно, где-то через, там, ну, 15-20 минут, он у меня был минус 2. Я такой, ну, окей, здравствуйте. Вот, и, собственно, сейчас все выровнялось, выправилось, то есть, судя по всему, организм, ну, как-то выработался, пульс точно, ну, точно подопустился. Вот, а при этом мощность ту же самую выдаю. Вот, значит, что еще из интересного по питью? Пить в целом вообще не хочется, то есть, ну, себя так немножко заставляю. Хотя, опять-таки, я не знаю, ребят, кто в Санкт-Петербурге вообще, ну, в России катает, вот за 2, сколько, за 2 часа 20 минут я выпил, здесь получается вода, тут, ну, где-то 400 миллилитров выпил. А тут, самый, мальтодекстрин, 80 грамм всего, ну, короче, где-то 600, 600 миллилитров воды всего выпил и, как бы, нету жгучего желания пить и так далее. Вот, хотя, как бы, наверное, надо. Ну, вот, короче, короче, непонятно. Вот, ну, и, конечно, наверное, еще на охлаждение, да, влияет то, что вода достаточно прохладная. Вот, соответственно, пью воду и она тоже сильно, ну, остужает. Вот, значит, такие наблюдения. Так, и возвращаемся к корректированию на местности. Что там за башня такая вдалеке? Так, мы смотрим, куда мы смотрим? Куда-то в сторону лисевого носа. Да, это, вот эта башня, она по направлению к лисевому носу, но если провести прямую дальше, то, в целом, это на лахта-центр как раз и попадает. Не знаю, она или нет, но единственное высокое сооружение. Вот там еще какие-то высокие, тут тоже есть штуки. Вот, а в целом... О, так это... Я, в принципе... То есть... О, то есть вот там Сосновый Бор. Да, и вот, наверное, вот та башня, это как раз-таки вот эта вот сосновоборская башня высокая, в которой там всякие эксперименты, ну, я не знаю, сейчас проводят, не проводят, но раньше проводили. Вот, ну, а Сосновый Бор, много у меня чего с ним связано, такие тоже, как сказать, можно сказать, домашние места. Вот, собственно, музыкальные видео там снимали. И часто, в общем, туда заезжал, и там у моего, так скажем, друга, музыкального товарища у Ильича, у него, собственно, да, у него там мама живет, вот, и мы, помню, приезжали к нему в гости. По-моему, даже ночевали или нет, ну, точно мы ели. Там я впервые узнал, что такое манты, вот, то есть это большие пельмени, в которых еще сок, значит, находится. Вот, в общем, много-много воспоминаний всяких. Вот, ну, классно, что сказать. Значит, что, какие надежды? Надежды, что будет ветер попутный, потому что почти все, все время, то есть я ехал, и с ощущением, что встречный ветер. Либо, конечно, я ехал очень быстро, но на самом деле нет, то есть там 35 километров в час, то есть это такие, одна из самых быстрых скоростей была, вот, на 35 километров в час, ну, ты не будешь чувствовать, что прям сильный ветер. Ну, точнее, что, точнее, не так, если ты ешь 35 километров в час, то встречный поток воздуха, даже если ветра нету, тебе не будет казаться, что прям сильно ветер дует. Вот, поэтому все-таки, да, это был ветер. Другой вопрос, другой вопрос какой? Если посмотреть на облака, они дуют вот так. Ну, в принципе, похоже. То есть, если направление идет туда, деревья, по большому счету, тоже колышут в ту сторону. Да, да, похоже, похоже на то, что, на то, что ветер действительно был встречный. Ну, надеюсь, надеюсь. Значит, все-таки обратно хочется немножко такой более-более скоростной езды, вот, потому что мне велосипед именно этим и нравится, это ощущение скорости. Да, значит, что еще? Вместе с этим, значит, по плану, по плану тренировки, давайте смотреть. Значит, задача откататься 4 часа 20 минут и 135 километров. То есть, если я сейчас поеду в обратную сторону, дистанция точно получится, ну, точно укладываюсь по дистанции, то есть чуть-чуть больше даже делаю. А вот время, то есть, если будет ветер в спину, то, возможно, приеду раньше. Вот, опять-таки, это все про ожидания, но интересно будет понаблюдать, в общем, как-как-чего и чего-как. Так, вот, все, уже 10 минут с вами общаюсь, это непозволительная роскошь так долго отдыхать. Значит, что сейчас сделаем? Ради приличия, ради приличия съем вот такую штуку, которую подарили в стартовом пакете, уж не помню, какого, какого старта. Вот, так, ради интереса его просто съем и все, да, будем двигаться по направлению к дому, вот, и радоваться этой замечательной погоде. Прям-прям офигенно. Вот, все, продолжаем. Итак, телепортируемся, телепортируемся к зенит-арене. Почему? Во-первых, потому что, точнее, во-первых, и вообще. Так, секунду. 157 километров. 157, мой прошлый рекорд, точнее, мой текущий рекорд. 158 километров, самая длительная поездка. Соответственно, появился план, появился план сделать 160 километров. Поэтому небольшой, небольшой, так скажем, заминочный круг возле стадиона и, собственно, на финиш. По времени 4 часа 40 минут. Ну, собственно, на 20 минут больше, чем Юрген просил, но я, на самом деле, на всех длительных. Всегда-всегда у меня выходит больше минут на 40, чем Юрген пишет. Вот. Ну, собственно, и... Собственно, и вот и все. Вот такие вот дела. Так, 157. Да, время разворачиваться как раз 3 километра прямо-прямо до дома будет. Что сказать? Хочется сказать, что тренировка зашла супер-супер легко вообще. Немножко, конечно, прохладный ветер был. Ну, местами я все-таки думал, так, а что с горлом, а что с носом и так далее. Посмотрим. Короче, это тоже все тренируется. Ну, и, собственно, велосипедисты... Давайте так буду снимать. Велосипедисты, которых ты встречаешь, которые едут на встречу, все машут, все... И ты им машешь. И это здорово. Короче, да, хочется сказать, что тренировка зашла супер легко, но надо сначала доехать до отеля, покушать, согреть ноги в том числе. И потом уже будет понимание, вообще, насколько, какой импакт, воздействие от текущей тренировки. Потому что все прошлые длительные тренировки я делал на жаре, когда действительно было... Ну, ты как бы потеешь, ты пьешь много воды. Я выпил ровно 2,830 миллиметров, миллилитров фляги, соответственно. Ну, как бы не так много на 4 часа, но... Ну, камон, больше не хочется. Вот, ну, выпил. Вот, и, в общем-то, да, в жарких тренировках ты... То есть, ментально там это как будто бы потяжелее. И самый кайф, что обратная дорога действительно была по ветру. Вот, и скорость средняя. Если туда была в районе 33 километра в час, то... То обратно в районе... Ну, мы еще посмотрим. Ну, короче, по-моему, там 38-39. То есть, прям получилось гнать. И в некоторых местах даже не хватало звездочки. Ну, вот. 158. И в эти моменты я понял, почему в велосервисе мне ребята такие говорят, вам бы еще звездочку, кассету заднюю поставить. Как-то они сказали, посерьезнее. Вот. Я спросил, что это значит. Они говорят, ну, вам надо, чтобы маленькая звездочка была 10-я или хотя бы 11-я. Вот. А у меня маленькая 12-я. Вот. Они говорят, ну, типа, с горок вам будет не хватать этой звездочки, чтобы продолжать крутить. И как бы да, это так. Но... Короче. Я сначала, ребят, не понял, почему они мне это советуют. Сейчас продолжим. Вот. В общем, я сначала не понял, зачем они мне советуют. Как бы не знаю, где я катаюсь и так далее. Да, потому что, ну, во Вьетнаме 11-ю звездочку с моей текущей системой спереди, с текущей звездочкой спереди, да, практически негде реализовывать. Ну, и с моей текущей, как бы, кондицией. Но, как только, как только я сегодня поехал в обратном направлении, я понял, для чего. Для чего в Санкт-Петербурге нужны маленькие звездочки сзади? Потому что, когда тебе дует попутный ветер, ты просто, ну, понимаешь, что тебе реально нужна эта звездочка. Вот. Потому что... Потому что ветер сильно тебя толкает. А если еще небольшой спуск, хотя бы там 1 градус, то все. Ты уже, ну, типа, забалтываешься. То есть у тебя каденс там 110 и все. Ты не можешь быстрее крутить, точнее можешь, но это уже просто дерготня. Получается. Вот. И по итогу... Ну, то есть не реализовываешь очень много моментов. Вот. Поэтому, да, для Санкт-Петербурга теперь понятно, почему такая кассета рекомендуется. Ну, и, собственно, все. Между делом 159.87. Рекорд уже есть. 159.91. Для красивой цифры 160 дождемся. Ну, и, собственно, поедем дальше. На самом-то деле. Есть 160 километров. Ну, что ж. Посмотрим, какой будет самый... В итоге. Уже на финише какая будет общая дистанция. Я так полагаю, 164. Вот. Ну, в общем, скоро вернусь. Ну, что ж. Время подводить итоги. Самое... Самое первое и самое... Ну, одно из тоже таких не менее радостных моментов. То, что... Было непривычно снимать очки и смотреть на себя в зеркало и не видеть чумазое лицо. Я не уверен, что вам показывал когда-либо это. Но каждый раз после вьетнамских длительных четырехчасовых катаний у меня просто все лицо в такой черный... Ну, в какой-то саже. Ну, в общем, короче, грязненько. Вот. И только от очков такой след остается. Вот. Здесь же прямо... Прямо красота. Хоть в душ не иди. Ну, реально. Ничего не мокрое. Вот. Можно не мыться. Ну, шучу. Так. Давайте, значит, смотреть, чего там по результатам. Открываем. Что-то, конечно, Garmin Connect в России все время... Какие-то у них проблемы. Вот. Но ничего. Самое главное, что тренировка подгрузилась. Так. Ну, во-первых. Во-первых, новый персональный рекорд. Давайте смотреть. Интересно, что же это за рекорд. Длительная... Самая длительная поездка. 163 километра 95 метров. Предыдущая была 159-58. О! Хорошо, что... Да. Хорошо, что до 160 решил. Докататься. Потому что думал, что было 158. Вот. Соответственно, 160. Окей. Конечно же, принимаем. Все. Так. Теперь, значит, что мы еще с вами посмотрим. Маршрут. Да, во-первых. Глянем. Что тут интересного. Соответственно. Начал от Лахта-Плаза. Кстати, еще расскажу. Я как только выехал, да, на шоссе, сразу же передо мной два велосипедиста. Точнее, сзади. Они сзади меня пристроились. Но потом меня обогнали. И, собственно, я поехал за ними, как раз вкатываясь. Ну, вырабатываясь. Вот. Но где-то минут через, там, может быть, пять я понял, что они чуть-чуть медленнее едут, чем мне нужно. Ну, вот, я их обогнал. Подумал, что они мне сядут на колесо. Но нет. Вот. Ну, и на самом деле я был рад, потому что я прям люблю один кататься. Хотя, хотя, вот, знаете, что я сейчас подумал? По большому счету, текущая тренировка, она была, ну, я, в принципе, реализовал свою мечту. Я сделал то, что хотел, да, именно вот на своем товарище проехать, в общем-то, по, вдоль, ну, короче, по Приморскому шоссе, длительную тренировку сделать и так далее. Вот. Это случилось. Я задаю себе вопрос. Андрей, а ты бы хотел повторить? И, знаете, вот сейчас я говорю, да нет. На самом деле нет, потому что я как будто бы, ну, как сказать, насладился всем, чем мог. Ну, вот, и по большому счету, как бы, да, трасса прикольная, асфальт хороший, машин мало. Это большая неожиданность для меня была. Причем они едут пачками. То есть, в чем прикол? Ты едешь, если слышишь, сзади тебя машина, это значит, что за этой машиной еще будет 3-4. Соответственно, ты немножко, ну, как бы, группируешься, их пропускаешь и потом снова едешь спокойно. Вот. Ну, все равно, короче, машин мало. В общем-то, все вроде класс. Но, в целом, как-то, как-то немножко, даже не то, чтобы однообразно, сложно сказать. Ментально, наверное, не очень просто. Потому что, ну, как бы, едешь, справа лес, слева лес, все плюс-минус одинаковое. То есть, не успеваешь, ну, на что-то отвлекаться, на что-то переключаться и так далее. Вот. Поэтому, короче, как-то вот на горном велосипеде, когда я ездил, именно по выделенной вот этой велодорожке, как будто бы было интереснее. Хотя, может быть, потому что я всегда ездил в компании. Короче, сложно сказать. В общем, ну, что-то мне подсказывает, что завтра утром я проснусь и скажу, блин, скорее бы, следующее длительное. Хочу опять прокатиться по этой трассе. Вот. Ну, ладно. Значит, это я все к чему. Ну, собственно, вот, ехали и ехали, и ехали. Доехали до Зеленогорска, где он, вот он, наверное, где-то здесь. Вот. Ну, и, собственно, и дальше, и дальше поехали. Ну, вот. Поэтому, и того, я, в общем-то, поставил себе цель доехать вот до этого места. Оно ближе всего к воде было. Вот. Ну, и, собственно, доехал. Ну, какая-то интересная территория. Вот. И все. В принципе, что-то рассказывать. Ну, и, собственно, вот здесь вот еще, доехав уже до отеля, дальше поехал. Немножко прокатился по Крестовскому. Ну, вот. Так, это же Крестовский. Аттракцион. Да, вот, аттракционы. Вот. Ну, короче. Короче, вот такое приключение. Ну, немножко цифр, да, наверное. Так. Средняя скорость 178. Но, скажем так, давайте лучше посмотрим это кругами. Вот первые мои два круга. То есть, первый круг это от отеля, собственно, до точки разворота. Второй круг это от точки разворота до отеля. Потому что, когда я подъехал к отелю, я уже понял, что дальше буду более медленно крутить. Поэтому сделал отсечку. Вот. Соответственно, получается, что если туда я доехал за 2 часа 26 минут, то обратно я доехал за 2.07. То есть, вот он попутный ветер. Что говорит. Соответственно, средняя скорость туда была 31.8, обратно 36.2. Но, несмотря на это, максимальную скорость я в ту сторону развил. 57 километров была максимальная в ту сторону. Значит, средний пульс на 3 удара выше в обратную сторону. Это, кстати, неплохо. Потому что, ну, всего лишь на 3 удара. Это круто. Вот. Ну, и средний пульс, то есть, 132-135. То есть, ну, да, в принципе, как раз в своей рабочей зоне был. Вот. При этом максимальный, ну, 145 местами был. Что тоже, тоже круто. Ну, то есть, круто, что высоко так, ну, не уходил никуда. Из интересного, из неожиданного, что 478 метров подъемов я где-то набрал. Мне все время казалось, что я плюс-минус еду по прямой дороге. Ну, да, были какие-то небольшие наклоны, но это неожиданно, что столько набрал. Так, собственно. И мне интересует, вот, мощность. Соответственно, туда была средняя мощность 185, обратно 183. Поэтому будем считать, что средняя мощность была 184. 184, это прям очень хорошо. Вот. Прям, да, хорошо для меня, это хорошо. Ну, и все. Все остальное, в принципе, тут уже не так интересно. Так, что мы еще отсюда можем вытащить? Так. Так, так, так. Да, вот по графику скорости видно, как, собственно, первую часть была скорость ниже, вторую часть скорость была выше. Вот. Мощность ровненько все держал. Пульс тоже все ровно, четко, хорошо. Вот. Performance condition. Да, вот тут, как бы, все-таки в минус. Минус один финишировал. Вот. Вот. И VO2 Max тренд ровный показал. То есть, без ростов, без падений и так далее. Значит, по эффекту. Как бы, говорит, что ты, парень, перетренировался. Слишком много аэробной работы сделал. Вот. Не исключаю. О, неожиданно, что баланс по педалям, то есть, по распределению нагрузки 50 на 50, что очень хорошо, все ровненько получилось. Так. Ну и, в принципе, остальное, что тут вам показывать, рассказывать. По температуре, по температуре на обратном пути она тоже начала поначалу расти. Я подумал, что сейчас повторится та же история, когда, когда температура, так, пойду-ка я в ванну, ноги буду чуть-чуть греть. Вот. В общем, температура поначалу опять начала расти на обратном пути, но где-то, где-то, где-то минут там через 30, все, я понял, что она перестала расти, даже не доросла до 38-25, вот, то есть, до тренировочной зоны не дошел. И все, и потом она уже, в принципе, опускалась. Вот. Так что, такие апдейты, собственно, время мыться и, так скажем, переключать организм в режим восстановления. Собственно, жду вот этот вот дикий аппетит, уже чувствую, как он потихонечку начинает подходить, подступать. Ну вот. И, собственно, наслаждаться едой, собственно, какими-то делами, потому что, несмотря на то, что, да, с одной стороны усталость некая присутствует, и, возможно, я даже посплю, хотя уже 3 часа рискованно. Вот. Но, тем не менее, вот после таких тренировок хочется прямо творить, создавать. То есть, ты чувствуешь, что ты сделал все. То есть, у тебя нету никаких... Ну, нету ничего, что твой фокус внимания сбивает. И ты прямо заряженный от ощущения того, что ты сделал классное дело, значимое. Вот. А такие длительные тренировки, это очень большой вклад, да, в базу нашу. Вот. И все. И вот на этом состоянии, собственно, ты начинаешь творить, создавать, начинаешь коммуницировать с людьми, заряжать их энергией, создавать что-то новое, интересное. В общем, быть импульсом, быть той самой искрой, которая создает, создает различные события в наших с вами жизнях. Вот. Желаю каждому из вас быть такой искрой, чтобы в вашем окружении было много таких искр. Вот. И чтобы вы, собственно, все вместе создавали, творили и были участником вдохновляющих событий. Ну, а я пошел мыться и кушать.